Всем новогодний привет из Витебска. 31 декабря. Сегодня встречаем Новый год. И к новогоднему праздничному столу как раз подошло время срезать кочанок пекинской капусты. Месяц назад я снимала ролик и выкладывала его о том, как я перенесла капусту пекинскую с грядки, где она росла на улице, и посадила сюда вот парничок. Так, прошел месяц, и посмотрите, капуста свежая, сочная, красивая, кочанок плотный. Конечно, за целый месяц, если бы я в то время ее просто срезала и даже, скажем так, завернула бы в пищевую пленку, такого бы эффекта я бы не добилась. И считаю, что такой вот опыт, он довольно-таки продуктивный. Надо отдать должное, что за этот месяц практически целую неделю у нас стояла, ну, по-настоящему зимняя погода. Ночью температура опускалась до 10, а пару дней даже до 12 градусов мороза. А днем она не подымалась выше 6 градусов мороза. То есть земля вся была здесь промерзшая. Встали уже и озера, и наш пруд полностью льдом покрылся, так что по нему можно было ходить. Здесь земля, естественно, в пронике тоже вся была промерзшая. Но благодаря укрытию капуста, она себя чувствует замечательно. Значит, первое время она была прикрыта у меня просто вот с панбондом старым. Но потом, когда уже начали наступать такие конкретные морозы, я тогда на каждый качан принесла по ведру обычному пластиковому и накрыла. Ну, вот у меня второй качанчик точно так же. Сейчас мы с него снимем. В ту сторону. Вот, посмотрите, какие они красавцы, сочные. Такое ощущение, что на улице растут где-то в сентябре-октябре, а не в обычном поликарбонатном парнике без всякого подогрева в конце декабря. Такой опыт мне понравился. И буду, в общем-то, пробовать и в следующем году, если все хорошо будет. Для себя сделала вывод, что если будут наступать более, скажем, такие мощные морозы, можно будет помимо вот обычного ведра, которое будет накрыто сверху каждый качан, можно будет еще сверху установить большие 20-литровые ведра строительные. Я думаю, сейчас практически у каждого они есть в хозяйстве. И там получится между вот этими ведрами еще дополнительная воздушная прослойка. Потому что, как вы все понимаете и знаете из физики, самое главное – это создание именно этой воздушной прослойки. Потому что за счет такой плохой проводимости тепла воздуха сохраняются его положительные температуры именно в этих прослойках. И вся наша задача в зимнем и укрытии, и утеплении, она состоит вот именно в создании вот этих вот прослойок. Потому что все тепло у нас, по большому счету, оно идет от земли. От того, что земля толком не замерзла, и когда мы что-то сверху прикрываем, получается снизу у нас идет как бы такой естественный подогрев. И самое главное, чтобы не дать вот этому подогреву расходоваться впустую, чтобы он уходил никуда. Ну и помимо вот этой вот пекинки, которую я занесла и именно посадила, как вы видите, вот она сидит в грунте полностью с крышочком, и все как полагается. Еще был интересный мой опыт в хранении. Это занесла сюда же, в парник, кормовую свеклу. Для кур выращиваем, держим. И вот посмотрите, конец декабря. Какая сочная ядреная зелень. Мои куры аж прям пищат, когда я им приношу вот эту вот свежую зеленую ботву. Здесь уже, ну, больше месяца, наверное, месяца полтора получается с момента того, как я выдернула всю эту свеклу и принесла сюда. Сложила штабелями. И сверху вот тоже было сначала накрыто старым спонбондом, но уже потом, когда начались такие конкретные холода, еще у меня были вот остатки из ампинол. Это такая подкладка под ламинат. Раньше я использовала для укрытия роз и в свое время клематис. Ну, сейчас, в общем-то, отошла от такого кардинального укрытия. Но вот здесь, в парнике, оно как раз, в общем-то, пришлось в самую пору. Такой вот вариант мне тоже очень понравился. Ну, и тут же вместе с вот этой вот свеклой кормовой у меня еще оставались там несколько кочанов капусты. Тоже положила. И в самые холодные дни, перед самыми холодными ночами, ну, уже боялась, когда будет подмерзать, я приносила несколько бутылок, вот, видно, тут валяется, с горячей водой. И, в общем-то, подсовывала под вот эти вот все укрытия. Ну, и в результате, как видим, уже в конце декабря у нас здесь и пекинка растет, сочная, красивая, вкусная. Сегодня мы праздничному столу ее преподнесем. И будет вдвойне приятно, что это свой овощ выращен из грядки, а не покупной. Ну, и куры тоже будут вместе с нами праздновать наступление Нового года. Надеюсь, что год этот будет полон ярких положительных событий. Всего доброго вам и вашим близким.